Наш взгляд на отношения с Россией известен, мы прозрачны в том, что касается нашего критического подхода к нарушениям России и международного права, но тем не менее мы хотим сотрудничать с Россией по глобальным вопросам, таким как глобальное потепление, экология и здравоохранение. Кроме того, мы хотим увидеть налаживание контакта между людьми из России и Швеции. Важная платформа для улучшения этого контакта – это наша двусторонняя торговля. И в октябре мы видели возобновление работы нашего межправительства наблюдательного комитета. Господин Денис Мандеров, председательство с российской стороны, и мы обсуждали наращивание сотрудничества в том, что касается климатических изменений и сотрудничества в области образования. Как добрые соседи мы должны честно признавать те области, в которых мы расходимся во мнениях. Мы поддерживаем демократию и верховенство права в России. Что касается закона о иностранных агентах, то мы считаем, что он не только ограничивает гражданские и политические права, но также мешает нашему двустороннему региональному сотрудничеству. Я также призываю освободить Алексея Навального и провести расследование его отравления. Еще один вопрос, который я подниму со своим российской коллегой, это ситуация на границе между Белоруссией и ЕС. Мы получили очень хорошую информацию за последние дни, что мигранты, которых Белоруссия использует в политических целях, это, конечно, неприемлемо, возвращаются домой. Мы поддерживаем Польшу в том, что нам нужно как-то воздействовать на эту ситуацию, поскольку она влияет на стабильность в нашем регионе и, кроме того, повышает риски инцидентов и нарушений прав человека.